Все говорят, преступность пришла из Советского Союза. Неправда. Она пришла, потому что надо было кормить семью. 90-е годы были свободнее, чем нынешнее время. Я там все знаю. Я там прожил и работал. Фильм «Певчик предателей». Борьба с коррупцией не задевает фундамент. Но на Украине было то же самое. Разница заключается в том, что там коррупция возникла как обстоятельство жизни, а не как фундамент политической системы. Ваша конструкция, она грешит одним недостатком. Владимир Путин лично мне в серьезном длинном разговоре сказал, нет, оставим систему вот такую. Где эти олигархи? Вы что хотите, чтобы они были независимы? Этого не будет. Великодушие ныне не в части. Чего надо ожидать? Хаоса надо ожидать. Добрый день. И сегодня мы встречаемся очередной раз с Григорием Алексеевичем Явлинским. Григорий Алексеевич, добрый день. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Я стараюсь не пропускать ваше приглашение. Ну да, и вполне регулярно, и никак не редко, и не внезапно. Редко это хорошо, что вы пишете, Алексей, здесь вот в чате. Но не внезапно, мы предупреждали. Нет. Ну, в общем, дорогие слушатели, я очень рад вас всех приветствовать. Вот. И я благодарен хозяевам этой студии за приглашение. И каждый раз ни одного приглашения я не пропустил. Если они меня будут приглашать каждый день, то, по крайней мере, через день я точно буду к ним ходить. Отлично. Вот. Я их очень давно знаю, и мне всегда есть с ними о чем поговорить. Сигизмунд Крокодилов говорит, только не ругайтесь. Ну, это уж как получится. Это не ко мне. Это уж как получится. А почему? Каждый дали все три разные ответа. А почему, собственно? Это не... Вот, да. Это уж как дело пойдет. И вот. Это вот все три разные ответы говорят очень подробно о каждом из нас. Во всяком случае, каждый самостоятельный. Пока у нас еще такое настроение, мне хотелось бы всех наших слушателей поздравить с Днем Победы недавним. Это День памяти и скорби. Очень болезненный, особенно в нынешние времена. Очень сложный, очень серьезный. Вот. И сказать, что мы никогда не забудем десятки миллионов людей, которые отдали свою жизнь за наше существование. Даже не просто там за свободу, за наше существование. Вот. Низкий им поклон. Григорий Алексеевич, вот политика последних лет, вот и отношение к празднику, и какое-то выхолачивание, именно смысл, о котором вы сейчас сказали, смысл Дня Победы, оно приводит некоторых людей к тому, что они вообще начинают, перестают его признавать. Ну, понимаете, этот праздник в душе. Он же не на сцене и не на Красной площади. Он в душе. Мой отец прошел всю войну. Закончил ее старшим лейтенантом. Он был командиром артиллерийской батареи горнострелковой дивизии. Вот. Высаживался в Керчи. Там десант был очень... Один из самых серьезных и страшных десантов войны. Ну, и так далее, и так далее. Для меня это всегда... И это все мои родственники по его линии тоже в этом участвовали. Его родной брат погиб летчиком был. Михаил Явлинский. Для моей семьи и лично для меня, у меня это в душе. Это память навсегда. Она всегда со мной останется. Будут проводить парад, не будут проводить парад. Будут кричать там что-нибудь, пугать всех или не будут. Это уже десятое дело для меня. Для меня тоже важно, что я вчера смог сходить к защитникам Москвы. Конца и края не видно этим могилам. Это здесь, на Преображенке. Рядом, кстати. Конца и края не видно. Еще на каждом памятнике десятки фамилий. Это ополчение? Нет. Это те, кто защитники Москвы. Да. Это осень. Конец лета. Осень 41-го года. Тайфун. Да. Вот это вот. Да. А кроме того, мы возложили цветы к могиле Нормандии Нейман. Где летчики Нормандии Нейман. И мы мысленно туда пошли. Потому что все наши союзники, все с кем мы были вместе. И Нормандия Нейман не ожидала, пока придет 44-й год и будет ясно, что уже Советский Союз побеждает. И тогда они вступили в боевые действия. Но это другой разговор. Они были все время с нами и погибали. Поэтому мы пришли поклониться им тоже. Ну вот, на мой взгляд, это самые главные вещи. Поэтому каждый из нас должен держать это событие в душе. А сейчас очень много таких событий. Вот я благодарю вас за то, что вы мне дали возможность об этом сказать. А еще я хочу сказать снова о том, что за месяц, который прошел, что мы с вами не виделись, на 13 человек стало больше политических заключенных. За один месяц на 13 человек. Их теперь 158 человек. 158 человек. А вообще в целом 720 человек по этим мотивам, по данным мемориала находятся. Так вот, эти люди находятся там за свободу слова. Они находятся там. Вот эти, по крайней мере, эти 158 человек, о которых я сказал. Это я точно знаю. И не все узнают. Про них я знаю. За то, что они считали для себя возможным сказать то, что они думают о происходящем. И я хотел бы ко всем нашим слушателям обратиться и сказать, послушайте, вы все должны быть достаточно умными, великодушными и понимать, что эти все люди не представляют никакой угрозы. Понимаете, нужно убеждать всех вокруг вас. Они не представляют никакой угрозы. Наше общество, если можно так сказать, должно быть достаточно великодушным, чтобы дать им возможность вернуться на свободу живыми. Это особенно важно сказать после той трагедии, которая произошла с Навальным. Живыми, чтобы они успели вернуться. Это не всем суждено. Потому что люди же живые. Они же находятся в очень страшных условиях. Вся вот эта наша пенитенциарная система. Вот и человеколюбие ваше чрезвычайно важно. Это важно не потерять. Особенно в этих условиях. Это в этих условиях особенно важно. Потому что маховик репрессий будет раскручиваться. И если бы вы меня спросили, какая будет политическая система, чего надо ожидать. Хаоса надо ожидать. Хаос? Хаос будет. Очень серьезная вещь. Но они считают это порядком. Это они пускай считают. А на самом деле это хаотическая ситуация. И она в разных масштабах. Но она в мире. Она не только у нас. Это очень серьезное обстоятельство. И нужно было бы работать таким образом, чтобы снизить масштаб этой угрожи. А мы работаем в обратную сторону. Вот что такое. Смотрите, Григорий Алексеевич, не пропущу, Сережа, извините, одно слово. Мы как раз сегодня до вас с Сергеем говорили, что эти обстоятельства вызывают, как тут было сказано сегодня, пандемию ненависти. Великодушие ныне не в частей. Вот. Именно поэтому я вот это говорю. Именно об этом я говорю. Именно поэтому я ко всем всерьез обращаюсь. Приходите, будем вместе с вами продолжать писать им письма. Мы это делаем почти каждый месяц. Мы проводим по всей стране. Мы уже по всей стране, не только в Москве. Вечера писем. Политзаключенным. Тысячи писем отправляем каждый день. Тысячи. Потому что одному человеку приходит не одно письмо, а сколько только мы можем. Вот. Людям в заключении очень важно получать весточки вот эти. Потому что они дают надежду. Они очень благодарят за это. Очень нужна помощь. Я уж не говорю о помощи их родным и близким. Я говорю о помощи хотя бы им, ну и родным и близким. Надо помогать во всем, в чем только возможно. Вот. Я в этой связи ко всем и обращаюсь. Потому что мы это видим прямо на своем примере. У нас уже, ну сколько, вот у нас один человек только что, вот он пять лет получил сидеть там. Он член партии. Поэтому журналист, ну журналист из Хакасии, Михаил Афанасьев. Он отбывает пятилетний срок. Год в СИЗО находится Василий Неустроев. Совсем молодой парень. Вот. Да. Но вы не могу не сказать о Карамурзе, о Юрии Дмитриеве, об Илье Яшине, о Горинове, о Скочеленко, о Сафронове, о Мелконянце, о Евгении Беркович и Светлане Петричук. Их вообще оставили там. Я 24 апреля, вот только что, лидер Вологодского Яблока оштрафован на 200 тысяч по уголовному делу. Значит, следующий шаг в любой момент, сами понимаете, куда идет. Отобрали у него компьютер в доход государства. Ну, это просто вот, да, то, что вот, Алеша, вы сказали, вот это вот оно так оно и есть. Это то, что очень все серьезно. Вот. Поэтому я хотел бы связать. В душе должна быть не только память, но так сложились обстоятельства, что эта память должна быть основой и сегодняшнего дня. Потому что пройдет время, и об этих людях будут говорить совсем по-другому. Совсем будут говорить по-другому. Именно об этих же людях. Вот. И нужно, чтобы все, кто вас окружает, понимали это, что они не враги. Они не являются противниками ни нашей страны, ни ничего. Они просто имеют свою точку зрения. Вот было 300-летие Канта. Он 300 лет назад. Или почти 300 лет назад. Это было 300 лет его рождения. Сказал, что человек тогда становится разумной личностью, когда он умеет думать иначе, чем все остальные. Чем толпа. Вот это в развитии того, что вы сказали. И этот тезис живет 300 лет. И на нем в определенной мере построена человеческая цивилизация. Григорий Алексеевич, вот есть еще такой вот нюанс отношения к политзаключенным. Есть политзаключенные, есть такие люди, которые делят на своих и чужих тех, с которыми они согласны, и тех, с которыми они не согласны. Одних жалко, других не жалко. Ну, лично мне и тем, кто со мной работает в политике, жалко всех, кто несправедливо там находится. Вот признак. А дальше, дальше ты можешь быть с ним согласен, можешь быть с ним не согласен. На свободе. Да, но на свободе, если он несправедливо, по нашему мнению, несправедливо там находится. Это совсем разные вещи. Ты можешь категорически быть против того, что этот человек говорит или делает. Но если он несправедливо находится в тюрьме, то, конечно, правильным и честным является. А иначе будет, помните, та известная история, когда пришли за мной, уже никого нет. Да, потому что я не коммунист, потому что я не социал-демократ, потому что я не либерал, потому что я не еврей, потому что я не эда, потому что я не той. И потом, когда пришли ко мне, уже не было вокруг никого. Ну, так это же вот оно и есть. Вот вы об этом меня спросили. И я благодарен тому, кто написал об этом. А вот здесь спрашивают, а Стрелков – это политзаключенный? Я не знаю. В данном случае. Я не могу сказать, я не знаю. Я просто не знаю, потому что я не знаю, какие ему были предъявлены обвинения, в чем был их смысл. Я с его позицией не согласен, категорически. Но на каком основании его поместили в заключение, я не могу вам сказать. Почему я так отвечаю? Ну, потому что он принимал активное, прямое, личное участие в боевых действиях в Донбассе. Ну, он же не за это сидит, скорее всего. А за что? А я не знаю теперь. Вот. Он же говорит, а за что? Вот, в том-то все. Ну, это из истории Берии английский шпион или нет? Берии английский шпион? Нет, японский. Сказали, что японский. Английский английский. Нет, японский. Я вчера читал. А я вот знаю, что на самом деле. А, на самом деле. Ну, да. Потому что английские тогда еще были союзники. Ну, уже меньше, да. НАТО уже было, да. Да, да, да. Но он и хотел. Он хотел. Берия говорил, что надо вступать в НАТО. И этот вопрос в 1948 году обсуждался. Говорил, но это что говорил. Но его, да, его не за это. Я вам рекомендую. Вот это мы будем, конечно, очень актуальным разговором. Мы сейчас зайдем. Нет, это очень актуальный разговор, потому что это был вопрос транзита. Это был вопрос транзита в условиях уходящего Сталина, Корейской войны. Не уходящего, а ушедшего. Ушедшего, да. Корейской войны. Корейская война закончилась буквально поэтому. Да. Через три месяца после смерти Сталина. Ну, правильно. Я говорю, это был вопрос транзита. Ну, хорошо, да. Поэтому это актуально. Нет. Поэтому это может стать актуальным. Когда? Когда угодно. Согласился. Ничего это не актуально. Тем не менее. Наоборот. Сейчас все как разнообразно. Ой, не знаем. Сейчас выйдем из студии, а там вот все другое. Все бывает. Все бывает. Григорий Алексеевич, на сайте регионального отделения «Яблоко» в Дагестане утверждается, что СВО может привести к самоочищению власти и общественно-политической жизни в Российской Федерации. Прокомментируйте, пожалуйста. Я не видел этого. Посмотрите. Посмотрите. А вот посмотрите. Ну, это вот... Спасибо, что сказали. А для того и есть наши зрители, чтобы... Да. Вот я успел, пока отправитель не ударил. Нам будет интересно. Мне будет... Я впервые это слышу. Будет интересно посмотреть. Вот вы говорите актуальные, неактуальные разговоры. Вот когда мы вспоминаем вот транзит, Берию и так далее. Мы все это вспоминаем. А вот это изумительный документ об историческом просвещении в нужном росли. Указ подписанный Путина. Вы не ждали еще? Не, не ждал. Мы пришлем. Вот вам... Мы прежде, я пришлю. Это второй указ Путина после инаугурации. А я не знаю. Я пришлю. О, это... Тогда проходит, она пропустит. Тогда это мы пропускаем. А теперь хит сезона, который я не смотрел. Я смотрел. Вот Венедикто смотрел, я нет. Фильм «Певчик предатели». Я не смотрел. Тоже не смотрел. А почему вы не смотрели? Какие вы скучные оба. А почему вы не смотрели? Вот я... Я там жил. Зачем? Мне не срочно. Потому что я там все знаю. Я там прожил и работал. Я был заместителем председателя правительства. Да? Я был еще одним заместителем председателя правительства. Я был руководителем всего экономического подразделения в последнем, там, накануне, там, всех этих событий сводного экономического отдела. Ну, так я много раз имел возможность разговаривать с Борисом Николаевичем Ельциным обо всем, что там происходило и так далее, и так далее. Я за это время написал, например, есть такая известная работа, она издана в Принстонском университете. Монография моя стимулы и институты. Вот, есть статья, называется, она в 98-м. Если эта монография вышла в 2000-м году, она подводила итог. Григорий Алексеевич, скажите, пожалуйста, раз вы все это видели и знаете, как вы считаете, какую роль сыграла коррупция при Борисе Николаевиче в это десятилетие, в превращение России в ту, которая она сейчас? Вот именно коррупция. Реформы провели таким образом, что коррупция стала фундаментом. Коррупция была целью? Нет, она не была целью. Вот давайте объясним, интересно. В связи с ошибочными реформами она стала фундаментом. Там все довольно просто. Значит, в 92-м году инфляция составила 2600%. В декабре 91-го года инфляция была 14%. То есть почти такая, как сейчас. А в декабре 92-го года 2600%. Что это означало? Это означало, что деньги упражнены, как институт. Все, нет денег. Ну и как проводить приватизацию? Ну, невозможно. Или пускать иностранцев, чтобы они на доллары все купили. Решили этого не делать. Но если этого не делать, то как проводить приватизацию? Ну и все, просто раздали собственность дружкам. А дружки за это платили. И коррупция стала фундаментом. Но поскольку сложилась такая система, в ней не может быть независимого суда. Потому что они спросят. Суд спросит. А на каком основании вы отдали Сидорову, а не Петрову? Вы же обманываете. Они не платили деньги. Денег у них не было. У них там лежали какие-то счета в банке. Так это бюджет. Бюджет изменился на 1%. Что вы сделали? Значит, невозможно, чтобы был независимый суд. Невозможно, чтобы был независимый парламент. Потому что он тоже спросит. Невозможно, чтобы была независимая пресса. Масштабно. Потому что она спросит. Все на этом фундаменте. И построили все остальное. Но потом появились деньги. Подождите. Постепенно. К концу 90-х. И то, со большими срывами. Стали появляться деньги. А система осталась та же. Вот и все. Система осталась прежняя. Просто прежняя. В этом ничего не изменилось. И попытки выйти из этой системы блокировались категорически. Владимир Путин лично мне в серьезном длинном разговоре сказал. Нет. Оставим систему вот такую. Он, кстати, совсем недавно опять поддерживал реформы Анатолия Борисовича Чубайса. Имя Гайдара. Это вам показалось? А? Это вам показалось? Как? Я вам цитат приведу. Какое показалось? Это было осенью прошлого года на Дальнем Востоке, когда там критиковали. Он там смеялся потом над Анатолием Борисовичем. Но перед этим он сказал, он проводил реформу, никто лучше не мог провести. Вот так, как могли, так они и провели. Это сейчас только все критикуют. А они сделали все, что могли. По-другому они сделать не могли. Поэтому реформы эти, это я вам цитату говорю, реформы это он поддерживает до сих пор. Он считает, что ничего такого не было. То есть вы считаете, что тот процесс ренационализации, который сейчас пошел через прокуратуру и суды... Это интересный вопрос. Ну, конечно, я готовился вообще-то к встрече с вами. Я вообще-то готовлюсь, да. Да, спасибо. Так вы рассматриваете это как что и почему? А это просто потому, что это не собственность. Потому что это не настоящая частная собственность. Так, 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 так. Я вам могу сказать, например, вот в чем было, если уж вы хотите и этот вопрос затрагивать, вот, в чем было фундаментальное расхождение мое. Моя программа, та самая, которая 500 дней называется, предполагала, что с 1 января 92-го года нужно начинать продавать малую и среднюю собственность. Просто гражданам на деньги, накопленные за советское время. Вот то, что на счетах в Сбербанке лежало, или как они там, в Сберкашах тогда называлось, вот покупайте все. И я это опробовал, когда был зампредом. На ряде людей, которые ко мне с этим обращались, я получил разрешение от Силаева, и я сделал это. Силаев был председателем Центра, да, да. Я напоминаю, наши молодые люди. Они до сих пор, до сих пор имеют, я могу показать прямо объекты, которые мы тогда создали. И люди все время это работали. Ну, например, приходил человек, говорил, скажите, вы всерьез, да? Я говорю, да, всерьез. Ну, хорошо, вот я директор магазина советского, хозяйственного. Вот, значит, я могу приобрести этот магазин? Ну, да, вот цена такая, мы устанавливаем такую цену. Вот, он говорит, хорошо, вот тогда я собираю продавцов, мы собираем деньги и вместе это покупаем. Потом у нас есть доль, так 30 лет существовал этот магазин, до сих пор существует. Вот так я считал, нужно собственность. То есть, надо было начинать с выкупа. Конечно, просто продавать землю, продавать. Ноль же было, собственности у людей не было вообще, никакой ноль. Нельзя было грузовик иметь, вы же знаете. Нельзя было иметь автобус, ничего нельзя было иметь, вообще. Вот квартира и крошечная дачка, вот это и москвич там, или автомобильчик, все. Но были же люди, у которых были сбережения. Были военные, у них были сбережения. Были академики, там, наука оплачивалась тогда. Потом были люди, которые работали на севере. Которые работали на добычу там это. Были шахтеры, с которыми я работал очень долго, там, 6 лет я работал на шахте. Они хорошо зарабатывали, но они даже не знали, на что это тратить. То есть, при инфляции там 14% это все можно было делать. Вместо этого пошли по другому пути. И устроили вот это 2600% инфляцию. Освобождение от цены. Это устроили или были предпосылки. Так нет, дорогой мой, нет. Освобождение цен кому? Государственным, монопольным предприятиям. Вот, что было сделано. Которые помидоры подавали? Поэтому, нет. Которые помидоры продавали? Нет, они не помидоры. Они производили все, что... Все, что... А помидоры. А молоко. Кто производил, по-твоему? Азербайджанцы привозили. А между прочим, история с молоком серьезная история. Потому что они были огромными, эти предприятия. И люди со всех деревень везли туда, а они им установили. После этого они им установили барьеры, по которым они принимали у них продукцию. А иначе она портилась. И люди становились нищими. А когда гиперинфляция 2600%, тогда преступность. Все говорят, преступность пришла из Советского Союза. Неправда. Она пришла, потому что надо было кормить семью. Потому что началась страшная бедность. Потому что люди просто... Не на что было жить. Вот, собственно, все. Вот, если коснуться вот просто вот этой темы. Это все действительно очень серьезно. Почему повели так? Вот вы же меня сейчас спросите, почему. Ну, это тоже вполне известная вещь. Потому что таковы были рекомендации МВФ. Потому что Борис Николаевич в ответ Полторанину, который недавно это опубликовал, если помните, человек... Ну, нет, помню. Министр информации, очень близкий ему человек. Да. Бывший главный редактор Московской правды. Да. Который задал ему вопрос. Вы будете утверждать Явлинского премьером? Он говорит, а как я буду утверждать Явлинскому премьеру? Он будет делать то, что он считает нужным. А мне кредиты нужны, сказал Борис Николаевич. Да? Это значит, речь идет о том, что МВФ выставил свои предложения, свои условия. Когда со мной это обсуждали, я говорил, что я не буду это делать ни в каком случае. Потому что я понимаю... Правда, я не мог представить, что 2600 процентов. Но я понимал, куда это идет. И второе, это экономический договор между всеми республиками. И создание, которое было подписано в октябре 1991 года. Он был подписан 13 республиками из 15. Не подписала Грузия, но там был особый человек тогда. Ну, и Прибалтик бы его не подписал. Нет, как наблюдатели. Как наблюдатели. Я помню, что там было не так ровно. Нет. Они, ну, так или иначе, все подписали. Подписали. Проблема была и с Украиной. Да. Там Кравчук не хотел. Да. А премьер-министр Медведчук, который тогда, по-моему, был... Нет. Нет, сейчас... Ну, не важно. Тот, кто был тогда... Нет, не Медведчук. Это я оговорился. Вот. Тот, кто был тогда премьер-министром. Ну, вспомним. Фокин? Фокин, по-моему. Фокин, да. Вот. Он подписывал это. Визировал это. Поэтому это было начало. Так там был Банковский Союз. Что такое был Банковский Союз? А это рубль. Общая валюта. То есть, экономический договор, который вот я разрабатывал, который тогда подписали, да, который был частью пятизотной, он прокладывал дорогу в устройство Евросоюза. Раньше, чем это сделал Евросоюз. Вот это была альтернатива. Вот это, вот это было. Республики не захотели. В конечном итоге. После украинского референдума, скажем так. Ну, еще раз говорю. Это вообще все вот эти вещи, когда вы имеете дело со свободными людьми, это всегда сложный, последовательный диалог. И компромиссы. Но главный, вот именно, но главный, кто не захотел, это была Россия. Россия. Главный, кто не захотел. Главный, кто не захотел. Нет, Украина. Был Борис Николаевич. Нет. Главный был Борис Николаевич. Я ему говорил о том, что вот это вот же подписал, вот Фогин подписали. Мы все. Он говорит, мы ничего не будем ждать, Россия должна идти одна. Потому что ему оттуда так говорили. Что они, они, ну уж давайте тогда до конца. Там была содержательна политическая часть и экономическая. Политическая часть распространялась из Белого дома, в том числе и на МВФ. Что касается экономической части, то все научное сообщество того времени, ну все там, кто тогда считался, причем не только американской, но мировое, западно-мировое, они все поддерживали тот план, который я с ними обсуждал осенью 90-го года, пять дней в Вашингтоне. Я делал ежедневные доклады там, вот. Там была распространена программа 500 дней, все там ее видели, переведена она на английский язык. Это было совсем разные вещи. А политическая часть, она была направлена на фрагментацию. Вы правы. Она была направлена на то, чтобы все разошлись в разные стороны. Что Киргизии нужна своя валюта. Что Молдове нужна своя валюта. Это представить тогда было невозможно. В 90-й год? Ну да. В 90-м они это не говорили. А в 91-м осенью уже. Понимаете, да? Они считали, что вот, чтобы не обратив... Прямо в глазам министра финансов Соединенных Штатов осенью 91-го года, вот. Я был на семерке, когда она встречалась. Он мне сказал, мы не понимаем, что у вас происходит. И мы будем делать все, чтобы ситуация была... Развитие ситуации было необратимым. А я ему сказал, что мы будем делать все. Я вот буду делать все. Чтобы оно было правильным. И обратимым в том смысле, чтобы бедность не охватила страну. И развал не охватил страну. Ну вот так велись все наши разговоры. Но там же был еще элемент власти. Поэтому уж в одну ночь можно было поехать в Беловежскую пущу и подписать все вот это. Вот это же так шло. Ну поэтому я делал экономический союз. Поэтому я делал экономический договор. Чтобы вот этот вопрос решить. Потому что союзный договор уже тогда был все. А первые про союзный договор я разговаривал с Рыжковым, с которым я работал. Николай Иванович. Да, заведующим сводным отделом. Я с ним разговаривал. В 89-м году я ему сказал, что невозможно работать с республиками. Он говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, вот Михаил Сергеевич и вы, и вы демократию. И с каждым днем... Тут развели. Да, с каждым днем демократии мне все сложнее и сложнее разговаривать с представителями республик. Так вот. А он говорит, ну и что нужно делать? Я говорю, нужен другой союзный договор. Союзный договор был подписан в 22-м году. В 22-м году. Он был подписан после гражданской войны. Он был подписан под колпаком Красной Армии. А он сохраняется. Это же невозможно. Давайте... Что должно было быть в том договоре? В новом? Ну, это должно было быть то, что потом сделали в Европе. То есть типа Европейского союза, да? Ну, конечно, но если мы решили идти к демократии и рынку, ну, конечно. Могли сделать прыжок через развитие ЕС тогда, прийти к единой валюте раньше, чем ЕС? Могли. Могли прийти к открытым границам раньше, чем ЕС? Могли пытаться. Границы-то были открыты. Да, да, открыты. А у нас все... Так у нас общий язык был. Общее понимание. Общая культура во многом. Общее представление о жизни. Язык, я имею в виду, в прямом смысле. Это проще, чем там Испания, скажем, и Польша. Ну, проще же. Нет, общая валюта была. И общая валюта была. И общая валюта была. Понимаете? А меня я приезжал на встречу с премьер-министром Японии, и премьер-министр Японии меня за ужином спрашивал. Скажите, пожалуйста, Григорий, а вот это всерьез? Вот тут одна... Я не буду называть, о ком речь идет. Вы догадайтесь. Вот тут вот это всерьез. Вот хотят собственную валюту, одна из республик. Ну, им сказали, что... Они все спрашивали, где сделать машину для производства денег. Ну, им сказали, что в Канаде можно сделать машину по производству денег. Ну, и там сделали им... Напечатать. Ну, да, печатать. Печатать. Сделали печатный станок для печатания денег. Ну, и они приехали, им сказали, готово. Они приехали посмотреть, как этот станок выглядит, как это все устроено. Вот. Те сказали, ну вот, им очень всем понравилось все. А потом у них спрашивают, ну, а когда вы будете рассчитываться за производство... Так они говорят, ну, напечатайте себе. Это они всерьез, спрашивает меня премьер-министр Японии? Или это шутка? Они что, на самом деле так понимают, что такое деньги? Вот. Я же знаю по фамилиям, кто это было, откуда это все пришло. Я просто не хочу сейчас об этом говорить. Вот какое было состояние дел. А мы двинулись совсем в другую сторону. А когда инфляция 2100%, как ты будешь проводить приватизацию? Какую? Ну, попробовали этими ваучерами. Но это вообще оказалось билибердой какой-то. Вот. Вы же помните, в переходе можно было на бутылку водки обменять любые ваучеры. Если бы я знал, что так будет, я бы менял. Вот. Ну, вот именно. Я их тоже сохранил. Я не получил. А я их сохранил. Я нашел недавно наш с отцом и мамой. Ну, так вот, я и говорю, и я сохранил их. Они у меня до сих пор лежат. Ну, вот. Значит, это понятно, что это было. Ну, вот. А теперь, поскольку это было не про вас, а отсюда с прав собственности начинается общество. Общество, которым нельзя командовать, которым нельзя приказывать. И это является фундаментом. И что у нас здесь? Это система, в которой, как всегда, в нашей стране очень много разных, хороших, прекрасных людей, которых я очень... А общества-то нету. Григорий Алексеевич, вот мост между тогдашним временем и нынешним. В 90-е годы были свободнее, чем нынешнее время? Чем 2010-е и теперь 20-е? Ну, конечно, они были свободнее. Просто мы сейчас другую тему обсуждаем. Нет, я понимаю, вы сказали про свободу, кстати, пресса, которая невозможна. Ну, послушайте, если в 90-е годы можно было, будем считать, что 99-е и 2000-е, это тоже, ну, уже завершение. Неправильно. Можно было участвовать в президентских выборах. Вот-вот. Да, получить там, я получил в больших городах 18, 20, 24 процента. В Москве 18,5 процента. Ну, процента в больших городах, во многих получил. В 2000-е, 18 процентов, по-моему, с половиной. Нет, это в Петербурге, а в Москве, по-моему, 20,5 процента. Ну, неважно. Ну, вот такой порядок, да? И я пришел. Я к чему этому стремился? Я отстремился к тому, чтобы прийти третьим. И я пришел третьим. Если бы не дописали пару процентов, то был бы второй тур. А второй тур был бы диалог. И было бы условие. И было бы все по-другому. Ну, попытка была бы. Это то, что я хотел сделать в 96-м году. Да, вот только я хотел сказать, но у вас не получился диалог. Да, потому что воткнули. Но диалог у вас не получился. С вами шел же диалог. С тем самым Анатолием Борисовичем Чубайсом. В 96-м? Да. Нет, в 96-м это все. Они всунули лебедя. Нет, но все равно после первого тура был диалог. Нет, был, да. Ну, был, но... Нет, это был не диалог. Это просто настаивали, чтобы мы поддержали. Мы провели съезд, и большая часть Яблока приняла решение и не поддерживали. Собственно, все. Там все было очень просто. Вот, но они тогда воткнули лебедя, а потом лебедя выкинули. Просто выкинули. Я уж даже не хочу никакие эпитеты использовать. Потому что это все, еще раз говорю, потому что это было построено на слиянии собственности и государства. Вот это и есть фундамент. Фундамент, который можно называть коррупцией, можно называть, и будет правильно, вот. Можно называть олигархией, можно называть корпоративным государством. Вот это так оно и получилось. Но сейчас, подождите тогда вопрос. Сейчас мы можем говорить, что основой, фундаментом государства является коррупция. Где эти олигархи? Где они, ау, вы где? Нет, какие, они все, нет, все, все. У нас сейчас не коррупционные или коррупционные государства? Сейчас, сейчас, сейчас вопрос. Другой. Ага, просто в связи с Ивановым особенно вы спрашиваете сейчас. И что, был Иванов и нет Иванова? Вот именно. Был Иванов и нет Иванова. Значит, сейчас коррупция, это борьба с коррупцией не задевает фундамент. Она является выяснением отношений между разными группами. Вот и все. А что фундамент? Коррупция. Слияние собственности и государства. Нет собственников. Нет собственников никаких больших предприятий. Они все получили это на время пользования. Когда я вносил, я огромные статьи написал, вот и в Financial Times писал, и в вопросах экономики, и идею о том, что давайте сделаем так, компенсационный налог введем, это я в 2000 впервые, это, кстати, выражение компенсационный налог придумал Сергей Митрохин. Потому что у меня он назывался Винфултекс. Ну, это очень... Сейчас я глубоко нам чуждо. Это налог на доходы, принесенные ветром. Этот налог часто вводился на Западе, когда вводились налоги для монополий. Например, Тетчер вводила этот вид налогов для железных дорог. Ну, потому что не может быть конкуренции. И вы можете устанавливать любые цены на билеты. Поэтому она вводила такие налоги, которые конкуренцию поправляли, выравнивали вас с окружающими другими предприятиями. И появлялась конкуренция. То есть это известный, серьезный, в Инфултекс это серьезный. Ну, вот слово это было придумано. Так вот, ответ был очень простой. Вы чего хотите, чтобы они были независимы? Этого не будет. Вот и все. Это принципиальный ответ. Это ответ Путина. Да. Это принципиальный ответ. Вы хотите, чтобы они были независимы? Этого не будет. Вот и все. — Мы сейчас видим, извини, как уже крупные предприятия, я про него, конечно, знал только на полках, Макфа макаронная, взяли, опа, там триллионы рублей, опа. Какой компенсационный налог, 100%? — Нет, это уже другой разговор. Я имел в виду вот этот налог. — Да, это я понимаю. — Я имел в виду кого? Я имел в виду того, кто получил собственность в ходе вот этих криминальных залоговых услуг. — Да, понятно. — В частности. — Значит, тогда, если бы они начали это платить, это платилось бы долго, но они были бы свободны. — Да, да, понятно. — Да? Но тогда надо было бы создавать новую систему взаимоотношений, и отношения с государством другие, и отношения с миром другие, и что можно продавать, что нельзя продавать. — Это все надо было делать. Но решили этого не делать. На сегодняшний день мы живем в стране, в которой, вот я думал, что мы будем про экономику немножко говорить. — Да мы же говорим. А мы про что говорим? — В связи с новыми назначениями. Вот. И я в этой связи хотел сказать вам, что вот эта деприватизация, это будет очень серьезное направление. — Откуда появилась, уже теперь не про экономику, а может и из экономики она появилась, вот эта гиперагрессивная политика России на внешнем контуре, с зажимом всего внутри и гиперагрессивная политика по отношению к окружающей действительности? — В смысле как? Откуда? — Вот откуда? Где корни ее? Где корни именно вот нынешней политики? — Не просто внешней политики, да? А такой милитаризованной внешней политики. — Друзья, ну я вам уже сказал, когда нет общества и когда власть персонифицирована вплоть до одного человека, ну вот собственный ответ. Он и делает, что хочет. Но есть особенность, она связана еще с тем, я уже тоже об этом сказал, о том, что в мире очень плохие обстоятельства. Не с кем вести диалог, нет дипломатии, нет никаких способных людей, которые могли бы вести в самых сложных обстоятельствах сложные переговоры. Ну, к примеру, какой-нибудь Киссинджер или какой-нибудь Бжезинский, никого, ничего подобного нету. Ни по одному вопросу мирового масштаба никто ни с кем, ни о чем не может договориться. — Вы этим оправдываете политику России? — Нет, я этим не оправдываю, я просто говорю, что происходит. Я объясняю, что поскольку общество не принимает участие в политике, поскольку в стране нет свободных выборов в парламент, нет свободных политических партий, которые могут разговаривать со всей страной, нет таких общенациональных свободных средств массовой информации. — Что же вы хотите? — Игорь Алексеевич, мне кажется, что ваша конструкция, она грешит одним недостатком, сущностным. Вот вы рассказали нам про коррупцию, слияние власти с деньгами, олигархическими или не олигархическими деньгами. Но на Украине было то же самое. — Нет, не то же самое. — То же самое. — Значит, коррупция, мы знаем, по рейтинг, по коррупции зашкаливала. — Нет. — Олигархи, мы все их фамилии знаем. — Нет, нет. — Но при этом демократия оставалась. — Нет, секундочку. — Каждый выбор менялся президентом, каждый выбор менялся в государственном парламенте. — Нет, в чем разница? — Объясняю. — Вот у меня в этом вопрос. — Объясняю, объясняю. И сейчас в Украине огромная коррупция. Это тоже не новость. Все это знают. — Но военные вообще не берут. — И главное, что им все время говорят оттуда запады, что коррупция. Они меняют чиновников крупных. — Я не про военное время. — А разница заключается в том, что там коррупция возникла как обстоятельство жизни, а не как фундамент политической системы. — Почему? — Потому что там не было 2600% инфляции, и там не было раздачи собственности бесплатно. Там этого не было. — Откуда взялись Коломойский, откуда взялся Ахметов, откуда взялся Пинчук. — Коломойский строил свои банки сам, с нуля, между прочим. — Я не про банки, я про промышленность. — Нет, вы про Коломойского. — И про Ахметов. — А это банки. — А Ахметов. — А там были металлургические заводы, он получил кредиты, он начал продавать. У него успешно получалось, они оказались огромной страной в Европе, которая имела преимущества, ну такие особые преимущества, но все же преимущества по производству целого ряда продуктов. У них огромные были заводы еще с советского времени, ну даже авиационные, если хотите, любые. — Так как они попали в частные руки-то? — А? — Как они попали в частные руки, эти авиационные заводы, эти шахты? — А как это делались, делались я, я там не работал. — Может, вы знаете, я спросил. — Вот, я то, что знаю, могу вам сказать. Там создавались акционерные общества, в этих акционерные общества были вложения со стороны, они брали очень много разных кредитов, потом они их отдавали, и там коррупция была на более высоком этаже. То есть, в смысле отношений с государством и между собой, но она не была фундаментом. Отсюда и взялась демократия. Поэтому условный Коломойский, Сидоров, Иванов, Петров, они все были в разных частях. Одни поддерживали этих, другие поддерживали тех, поэтому там были конкурентные выборы, поэтому там происходили вот эти все вещи. Потому что там не было вот такой, такого типа приватизации. Там же не было ваучеров, ничего этого не было. Вот этого точно ничего не было. Но им шли навстречу. И у них появились, да, они не такого масштаба, конечно, эти миллиардеры были. Ну как, уголь же они добывали, они уголь продавали. Вот чем Кметов занимался? Это же Донбасс? Да, Донбасс. Ну все, Донбасс. Вот он этим и занимался. И это всем нужно было. И все это покупали, и вся Европа это покупала. Да, у нас покупали нефть, газ покупали. А сколько была цена нефти в 90-е, знаешь, сказать? Ну в какие 90-е? Ну в какие 90-е? В 99-м 30-е. Не в 1890-м, а в 1995-м. Какая разница? 92-м, 93-м. Милый мой. В 95-м 30-е? Нет. 14-е. 14-е. Понимаешь? 14-е. Ну это, конечно, ориентир, я говорю. А какая у нас себестоимость нефти, знаешь? 11. Вот и все. А какая себестоимость нефти в Саудовской Аравии, знаешь? Три. Три. Вот так. Это я знаю. Вот так. Ну вот такая разница. Потому что у нас вот так. Никто тогда ничего не мог с этой нефтью. Ничего сделать невозможно было. Ничего не было. А когда стало возможно? А вот когда пришел Владимир Путин. Да. В 99-м был 35. Средняя, я помню. Ну это очень... Значит, до Путина заслуга, что ли? Нет. Конечно, он надувал. Нет, нет. Ну да, до Путина это... Извините меня. Нет. Таких не было. Нет, нет. Это совпадение. Да. А причем она ведь доходила нефть до, знаешь, до каких? 108-120. Ну и все. Как вы говорите, я при этом жил. Да. Я жил и при 8, и при 108. Я про это и говорю. А тогда было страшно. Вот в чем было появление яблока? В том, что люди бесконечно страдали. Бесконечно. Бедность страшная. Наступила страшная бедность. Люди просто погибали в 90-е от бедности. Отсюда же 93-й год. Расстрел Верховного Совета. Потом залоговые аукционы. Вот эти криминальные. А между ними Чеченская война. Чеченская. Совершенно верно. Не будем забывать каждый год. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот я собирался. Если бы мы говорили более системно, я бы. Чеченская война. А Чеченская война тоже очень серьезное дело было. Очень серьезное дело. А потом вторая Чеченская война. Вторая. В 99-м году. Да, помню. Это вообще особый разговор. Как она появилась и кто ее осуществлял и как все это было. Вот. Значит, подводя этот итог, если вы позволите, я бы сказал так. Это очень важно. Говорить о нашей истории. Очень важно ее понимать и ее анализировать. И, конечно, есть разные уровни. Есть публицистический такой, вот, такой пиар публицистический. А есть анализ исторический и анализ экономический. Научный. Так вот, научный. Так вот, я вам скажу, что есть серьезные исследования, которые эту тему закрывают по существу. Ну, как закрывать? В истории ничего не закрывается. Объясняется. То есть, они ее глубоко механизмы прорабатывают. Да, есть, есть работа, есть такая огромная работа, трагедия российских реформ. Большевистский путь к рыночной экономике. Ну, что-то в этом дуть. Вот такой толщиной, вот такой, 780 страниц. Я ее вчера листал, думая, что я к вам приду, вот, я ее подержал в руках. Это Питер Редовый, это очень знаменитый. Питер Редовый. Вот, ну, вот, вы знаете это имя. Да, и вот о несобственности, вот, об отсутствии по-настоящему частной собственности и крупной, вот, между прочим, половина очерков пастухов этому посвящена. Ну, вот. Значит, вот моя статья Foreign Affairs, это очень известный журнал, в мае 98-го года, называлась Russia's Foreign Capitalism, российский, российский ненастоящий капитализм. Вот, и там все вот это описывалось, куда мы идем и куда мы придем, и какая будет последствия. То есть это все очень серьезно. Надо ли этим заниматься? Надо. Ну, надо этим заниматься серьезно и глубоко. Но для чего? Для того, чтобы понять, как это нужно будет исправлять. Потому что я верю в наш народ, я верю в наше будущее, я верю, что наступит момент, к которому нужно быть готовым. А это что значит? Понимать. Никто виноват. Это второе, или третье, или пятое. А что случилось, что сделали, чтобы что и как сделать по-другому. Понимать, что к тому времени будет в мире и в Европе. Но мы же не в точке 89-го года, мы же не возвращаемся, но экономически в точке 89-го года, где нет Советского Союза, где нет советской власти, где нет огусудрасленной собственности. Значит, не так делаться будет. Нет, не так делаться будет. Но и понять надо, что надо исправлять. Дело не в том, что как тогда, а дело в том, что надо исправлять. Понимаете? Но есть общие вещи. Например, есть такая программа, называется «Земля, дома, дороги». Вы ее слышали, сто раз мы ее придумали. С 1861 года мы не дали людям землю. С 1861 года. В 1861 году было принято решение, как вы прекрасно знаете, о отмене крепостного права. Но мы же реально нашим людям, гражданам, землю так и не дали, хотя мы самая большая страна в мире. Уже давно это надо было делать. Это очень важно, чтобы человек мог построить свой дом. Я не к тому, чтобы он там сделал поля. А он сделает. Латифунди и будут. Это еще другой вопрос. Как ваучеры скупят? Это еще. Нет. Значит, вот так вот. Правильно. Вот надо объяснять людям, что не надо делать как ваучеры, потому что это приведет вот к этому. Не надо криминальные залоговые аукционы врать людям, что вы продаете, а на самом деле раздавать дружкам. Не надо отменять все предпосылки, которые должны быть для независимого суда, парламента и прессы. Ну, вот это вот. Ну, для того, чтобы сделать новый механизм, надо понять, как был недостатки того, как был собран. Правильно. Правильно. Для того, чтобы возвращаться к началу камеры. Я понимаю, что три минуты. Вот для этого, наверное, Чубайс и делает центр по изучению ошибок. Да, я где-то прочитал, он сказал, что Россия должна жить как Китай. Это было у него два месяца назад в стенограмме обсуждения. А два месяца, это ужасно. Не-не, я просто вспоминаю, что я читал документы. Ну, так я говорю, а после этого не о чем разговаривать. Все, надо делать интервью с Чубайсом, я понял. Нет, обязательно. После этого, да, не о чем. Обязательно сделаем, со всеми сделаем. После этого, Алексея Васильевича Большой. А я вам очень благодарен, жаль, что мы не поговорили. Но мы же не последний раз-то встречаемся. Да, нам всегда, каждый раз жаль, что мы что-нибудь не сказали. Так и должно быть. Поэтому и встречаемся в следующем. Да, потому что вот эта тема, состоящая из двух элементов, это немедленное прекращение огня, иначе мы дойдем очень далеко. Объявление этого испытания тактического оружия, ну, не испытания, а вот эти маневры. У меня даже до конца непонятно, что это такое будет, но уже объявлено как маневры, вот, тактического оружия. На юге, да. Вот, это все очень серьезно. Вот. И мировой беспорядок. Я написал статью «Новый мировой беспорядок», вот, где я попытался проанализировать все, что происходит. Это действительно фрагментация мира будет иметь очень большие последствия. И вы видите, как ни Ближний Восток не решается, и как приезжает Си Цзиньпинь, приезжает в Европу, и никаких шагов к тому, чтобы что-то такое наладить нет. Он в Сербию едет, в Венгрию. Си Цзиньпинь. Ему нужно. Нужно? А знаешь, почему ему нужно? Ну, я не знаю, время уже нет. Давайте, давай быстренько. Я бы рассказал про его экономику. Ему нужен рынок, рынок. Штаты же закрылись. А ему нужен рынок в Европе. Конечно, нужно. Ему нужно. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Встречаемся регулярно. С какой регулярностью? Договоримся. Но все равно встречаемся по субботам в 13 сентября. Спасибо большое. Спасибо. Всего вам самого доброго, дорогие люди.